Собрал виброплиту. В основе нее лежит вибромотор EV99A2. Питается через частотный преобразователь, так как у меня имеется он. Ручка закреплена через сайлентблоки. Сайлентблоки от крепления двигателя, нижнего крепления двигателя, то есть я отрезал и вот их вставил и здесь заварил. Также рама закреплена через пружины, через пружины, которые одеты на шпильку. Шпильку из-за контроля. Вот она вот так вот качается. Внутри вставлены шланги, кусочки шлангов вот здесь вот. Основа выполнена из 10-миллиметрового листа железа. То есть видно, что сама едет в принципе. Но иногда к чему-то нужно подталкивать. подъемный механизм. плиты выполнен вот так вот. То есть наварен штырь, болт. На него где-то шланг. В него упирается рама, ручка и позволяет поднимать. Можно поворачивать. Сейчас на обратную сторону за счет сопротивления цельных блоков тоже это поднимается. Насколько этого хватит не знаю. Объемы у меня небольшие. Возможно потом переделаю. Вот эту площадку я проходил полтора раза, грубо говоря. Естественно, когда песок был влажный, потому что сейчас он сухой, поэтому летит. Сейчас буду разбирать и покажу более детально узлы. Забыл сказать про веревку. Здесь веревка лежит, привязана к раме. То есть позволяет тянуть. Вот временно коммутация двигателя выполнена вот с помощью проволочки. Естественно, вилка с розеткой, которые идут от частотного преобразователя. Ну вот, как я и говорил о сайлентблоке. Гаечки ослабил уже. Вкручиваем гайки. Крупные шайбы. Так, и вот пружины. Пружины, насколько я помню, от двигателя. Вот такие у меня резинки стоят. Ну вот видно, что уже погрызло. К сожалению, пока что сделать лучше, что-то я не придумал сюда. Вот основа. И вот шпильки приварены. Стоят крупные пружины. Пружины Зиловского, Зиловские. Двигатель я закрепил через шпильки. Ну, это минус. То есть они не приварены. То есть они были просунуты гайки и в них вкручены шпильки. То есть они вот так вот болтаются, елозят. На них очень неудобно одевать гайку, закручивая двигатель. Прикручивая. Но вот ничего другого я не смог придумать. Использую в качестве основы Plutower. Если будут какие-то предложения, пишите. Еще раз. Размеры. Даже не 50 получается, а 45. Внутри 45 на 40. То есть основание 45 на 40. Изначально я хотел еще сделать по-другому крепление. То есть вот здесь вот у меня видно остатки полосы. К ней крепилась транспортерная лента. И к ней уже крепилась ручка. Но мне это не понравилось. И я вот решил сделать вот так вот. Такая получилась виброплита. Надеюсь, кому-то решения какие-то понравятся. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!